Значит, смотрите, вот идет затылочный бугор. Вот если вы берете мышцу, вот она начинается, трапециевидная мышца, вот отсюда. И основное ваше движение от головы вот сюда, вот мышца, вот она. И вот здесь проходят артерии и вены, которые питают головной нос, вот по бокам этой мышцы. Поэтому основная ваша задача, вот вы ее берете и вы разминаете, но движения идут сверху вниз. Вот от этого отростка за ушами, вот мышца под руками. И вы ее ведете сверху вниз и ведете и дальше до поясницы. Опять с другой стороны. Да, с той или с одной стороны. Можно с двух сторон потом. Да, и просто погладили приятные ощущения. Вот это основное движение. Теперь смотрите. Вот косточка, да, отросток за ушами. Значит, берете точки на середине этого отростка, вот практически напротив этого отверстия. Да, значит, ставите средний палец и по часовой стрелке где-то до 7 секунд движения идут. Дальше на уровне мочки уха. То же самое конце поставили, то же самое. С одной и с другой стороны. Да, и опять чередовать вот эти движения с точками. Опять вернулись на эти точки и вот на вот эту точку. Вот место, как бы прикрепление. Дайте палец. Средний. Все делайте средним пальцем. Вот она. Вот эти движения. Сильно не обязательно надавить. Просто круговые движения где-то до 7 секунд. Это не больно. Не будет никаких. Лежи на животике. Арсеночка, лежи на животике, малыш. Понятно, да? Вот пока вот это, как бы уясните, уложите. Потом я еще чуть-чуть к вам добавлю. Давид тоже как бы допишет. Вот определенные упражнения, которые мы будем делать уже с шеей. Ну, это вот я вам в следующий раз скажу. Значит, запомнили, да? Раз, два, три. Три точки с каждой стороны. Причем можете вот просто сначала с одной, потом через какое-то время поделать и с другой. Так вот. Что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что проблемы связаны с повреждением либо в пазе. Я не зря раз спрашивал.